Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Битрайда. Я сегодня нахожусь в такой интересной обстановке, не как обычно, но об этом будет совсем другое видео, как я оказался в этом месте. Так что ссылку я на видео, если оно выйдет раньше, чем это, оставлю в описании. Ну, а мы с вами в этом видео поговорим, значит, вот о чем. Один из подписчиков задал мне несколько вопросов по поводу моего мотоцикла. То есть он, ну, хочет знать мое мнение именно как владельца этого мотоцикла. То есть я уже проехал на этом мотоцикле более 5000 километров, буквально за меньше, чем за два месяца, скажем так, за полтора месяца владения этим байком. Так вот, я уже накопил кое-какой небольшой опыт, и поэтому, может быть, могу ответить на эти вопросы. Итак, первый вопрос. Почему ты выбрал именно его, и что склонило к покупке данного аппарата? Ну, сейчас объясню. То есть у меня было несколько вариантов. То есть это были Kawasaki Ninja 420 года, потом Kawasaki Ninja 650, тоже 2020 года, и вот этот вот аппарат. То есть Ninja, он как бы намного дешевле, то есть намного дешевле. 650-ка, она на 1000 на 2 дешевле, чем вот эта, в евро, естественно. Но она относится к классу прав А2. То есть у нее, ну, не так сильно много мощней. Но у Kawasaki Ninja 650 посадка намного удобнее, чем у этого. То есть и там больше электроники. То есть там даже дисплей более навороченный, там приложение есть. То есть ты можешь отслеживать, какой у тебя угол наклона был, ну, вообще всякие такие интересные плюшечки и фишечки. Здесь все по-спартански, ничего лишнего, так скажем, Fireblade на минималка, грубо говоря. То есть все только самое основное. Но, но зато это уже считается полноценным байком. То есть это уже 650. Объем 95 коней, да, 95 лошадей. В принципе, мне хватает более чем. То есть я могу и разогнаться, и обогнать. То есть мне, в принципе, хватает. Я не вижу смысла апгрейдиться на литр. Хотя я уже проехал на нем 5000. И как вот многих послушаешь, что вот там неделю покатался, он не тянет, надо что-то другое брать. Не, мне нафиг, мне этого красавца хватает. Плюс его расход топлива. И вот, у меня остались два фаворита. То есть это была 650-ка от Ninja Kawasaki. И вот этот. Расход у них, в принципе, одинаковый. 4,5, как заявляет производитель. Но это очень, это если очень экономно ехать. На моем, даже если я откручиваю на автобане, 160 иногда там обгоняю. На разных режимах. В среднем, ну, где-то 50, ой, 5 литров на 100 километров. Зависит еще от того, какой бензин сюда заливать. Если сюда заливаю 95-й бензин, расход колеблется средний от 4,5 литров до 5. Вот в этом диапазоне. Если я заливаю сюда 98-й бензин, то расход колеблется между 5-ю литрами и 5,5. То есть разница огромная. Причем 98-й намного дороже. Поэтому я лью сюда 95-й и все, никаких проблем. Главное, чтобы вот здесь у меня даже наклейка есть на баке. Главное, чтобы количество этанола не превышало 10%. То есть либо Е5, либо Е10. То есть эта цифра говорит о том, сколько процентов этанола в бензине. То есть биоэтанола. Так вот. По сути, мне опять же тоже начали советовать. Бери лучше с запасом мощности мотоцикл. Ну я как бы послушал, да. Взял с запасом мощности. В принципе не жалею. Но я говорю, 650-ка, посадка у нее адски удобная. Прям вот сидишь вообще прямо. При этом выглядит так спортивненько. Ну, в общем, имеем то, что имеем. Дальше. Доволен ли ты им полностью? Или есть некоторые неудобства? Ну, в принципе, я им доволен полностью. Есть некоторые неудобства. Это, скажем, по пульту с левой стороны. Они сделали трекшн-контроль на курок. То есть там такой курок. Я сейчас фотографию потом вставлю в это видео, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И вот этот курок, он в принципе был бы идеален для того, чтобы, скажем, поморгать фарами. Или там повесить на него сигнал. То есть он быстро доступный, так скажем. Но инженеры Хонда почему-то подумали туда повесить трекшн-контроль. Который, в принципе, я никогда туда вообще не лазил. То есть он у меня всегда включен и все. Они, видимо, когда делали этот мотоцикл, проектировали, так посоветовались там. А давайте вот сюда курок ставим. Классно же будет смотреться. Ну, давайте вставим, что ли. Так, а что мы? Какую функцию повесим? Ну, да давайте трекшн-контроль повесим. Ну, давайте. Вот они и повесили, видимо, трекшн-контроль. В принципе, поэтому, когда надо посигналить и поморгать фарами, то палец немножко приходится выворачивать. Но опять же, это дело привычки. Потому что мы не часто этим пользуемся. И поэтому, как бы, опять же, это все субъективно. Может, от моих пальцев что-то зависит. Я не знаю. А в остальном, в принципе, мотоцикл очень удобный. Мне очень нравится. Так. Если долго ездить, не устает ли сильно спина? Нет. Вообще не устает. Вообще. Потому что у него посадка такая средняя между спортом, классическим, нормальным спортом и, скажем, некидом, где более прямая. То есть она и не спорт, и не некид. Такая чуть-чуть согнутая, но в таком, знаете, такой нормальный угол, который спину вообще не напрягает. То есть если у вас руки длинные, то вы, в принципе, можете вообще выпрямиться и ехать. Поэтому в плане, вот в этом плане неудобств каких-то я не ощущаю вообще. Что там касается спины, рук, руки вообще тоже не отваливаются. Все идеально. Ну, скажем так, ноги иногда. Но это когда, опять же, от моего роста зависит. Я ростом 180, ноги иногда, если очень долго ехать, затекают. Да, был еще момент такой, что жопа уставала очень адски. Опять же, это субъективно. Я повесил, купил на Алиэкспрессе сеточку, эту 3D-сетку. И вот сегодня ехал на ней 100 километров без остановки. Я даже про жопу не вспоминал и не думал. То есть вообще отличная вещь. И чувствуется, как она продувается, то есть охлаждается. Поэтому здесь нареканий нет. Короче, ну, Сибиха, что касается, сравнивать его с Сибихой. Движок один и тот же, что там, что там. Единственное, что, ну, Сибиха это некит. У него руль другой, посадка более прямая. Но, опять же, ребята, надо исходить из того, где ты будешь использовать мотоцикл. Если ты будешь его ездить на нем в сухую погоду по городу, по воскресеньям, то, конечно, оптимальный, наверное, будет просто Сибиха, некит. Удобно будет. А если ты хочешь преодолевать какие-то расстояния, скажем, путешествовать на нем, то Сибиха, некит, это, ну, это издевательство. Потому что, ну, комфортная скорость на нем будет ехать, будет, ну, 100 километров. Дальше это будет уже, ну, в долгу. Это будет дискомфорт, потому что тебе будет давить ветер. Это будет, ну, вообще некомфортно путешествовать. Можно с тем же успехом взять эту 125-ку какую-нибудь дешевую и так же ехать 90 по автобану. Ну, как, не вижу смысла. Поэтому, если планируешь какие-то длинные прохваты, то вот этот вариант идеален. То есть и спорт, и спорт-турист вот что-то такое среднее. И смотрится обалденно. То есть, когда вот ты едешь со стороны, да, все на тебя смотрят, ты едешь на спортухе. Но при этом чувствуешь себя комфортно. Так что, опять же, вот такие нюансы. Надо исходить из того, где вы будете этот мотоцикл юзать. Я вот на нем, я говорю, я за полтора месяца проехал 5000 километров, и я в удовольствие их проехал. То есть, абсолютно. То есть, я, получается, в среднем по выходным, за выходные где-то 1000 километров, получается, проезжал. Где-то больше, где-то меньше. Вот даже сегодня я просто выехал утром. Дай-ка, думаю, съезжу куда-нибудь 150 километров от Берлина. Нашел местечко прекрасное. А в этом месте у меня отдельное видео. И будет или есть уже, я не знаю, там, смотрите в описании. Если есть ссылка, значит, уже видос готовый. Просто на один денек выехал, понаслаждаться отличной природой, приготовил себе кашку на горелке. Отлично. Сейчас вот посижу, доснимаю этот видос и поеду домой. Ну, получается, за сегодня я проеду где-то порядка 300 километров. Вроде как такая небольшая вылазка. Вот так вот. Ну, если еще, ребята, вопросы какие-то будут именно по мотоциклу, то задавайте их в комментарии, не стесняйтесь. По возможности я отвечу, как бы, если есть опыт. Или поддоберусь опыта и отвечу. Так что вот такие вот дела. Но еще раз подведем итог, так скажем. Мотоциклам я очень доволен. Рекомендую. Опять же, ребята, я говорю, исходя из своих параметров. У меня рост 180 сантиметров. Вес где-то 1,8 метра. Ой, блин. Вес 84 килограмма. Да, я еще и ветрозащиту поменял. То есть дефолтная ветрозащита, она, в принципе, нормальная. Она идет прозрачная. И нам, как бы, у нее угол отсекания меньше. Вот досюда где-то. На 120 километрах вполне себе нормально можно ехать. Выше уже немножко шумит и гудит там как-то. Поэтому я поставил тюнингованную. В принципе, она смотрится обалденно, как можете видеть. Тонированная. У нее угол отсекания немножко повыше получается. И немножко выше отсекает. Поэтому моя круизная скорость из-за этого обтекателя немножко увеличилась. В общем, я на будущий год планирую активно на нем путешествовать. То есть я его брал исключительно вот именно с целью на нем путешествовать. Не просто там выебываться где-то там или по городу ездить. А вот именно хочу повидать мир на нем. Начну с Европы, а там как пойдет. Так что вот такие вот дела, ребята. Надеюсь, вам видос понравился. Я это научен, надеюсь. Ну, даже если не понравился, все равно ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Еще, ребята, рекомендую также подписаться на мой инстаграм-канал. Туда я буду выкладывать сториз. Там всяких поездочек, фотогарточки. Ну, фотогарточки, они, наверное, менее интересны. А вот сториз – это тема хорошая. То есть вы можете еще до того, как выйдет видос, уже видеть, где я был, что я делал. То есть, опять же, в сторизах я показываю то все, как есть. В видосах, естественно, я их потом там обрабатываю, кое-что вырезаю там. Ну, сами понимаете, да. Не без этого. Также, пользуясь случаем, раз уж я здесь с вами разговариваю, рекомендую вам подписаться на канал моего соратника из Москвы. Это канал Фотобайкер. Ссылку на его канал я кину в описании. Обязательно подпишитесь. Кто еще не подписан, тоже парень делает неплохие видосы. Мы с ним, так скажем, дружим каналами. Также, еще раз пользуясь случаем, раз я уже тут разошелся, хочу, опять же, поблагодарить Вадика с канала Engine Zone за его, так сказать, поддержку тоже. Отличный канал, отличный парень. Рекомендую прямо вот от души. Это когда вот у меня канал только-только начался, у меня там было еще 20 подписчиков, по-моему. Я написал Вадику ВКонтакте, по-моему, да. Мы с ним что-то так пообщались, по-моему, в этот же день и вышли даже. Он меня даже в стрим пригласил. Это несмотря на то, что у чувака больше 40 тысяч подписчиков. Обычно такие блогеры уже как бы нос кверху, знаете, типа, нет, 40 тысяч подписчиков. А Вадик, он простой парень от души, честно. Я вот ему от души благодарен. Поэтому, кто еще не подписан на Вадика, тоже рекомендую подписаться. Ладно, ребята, всем удачки. Ну, а с вами был Вилли канал Битрайлер. До новых встреч.